Секундочку. Да, вот находимся на квартире, куда только что ломились менты буквально час назад. Расскажите, что было? Ну, ломились не менты, а сотрудники в штатском. Сотрудники, которые проводили обыск у Никиты Зайцева и Павла Лобедянского. И сотрудники, которые задерживали меня и Александра Буимова. Вот в прошлый раз. То есть это были сотрудники Центрея. Полицейский был, они его в какой-то момент вызвали. Они просили открыть дверь. Говорили, что им нужен секретарь партии Никита Зайцев. Просили выдать его. Мы сказали, что здесь Никиты нет, никого нет, мы им дверь не откроем. Они вчера, вчера приезжали сотрудники Росгвартии, но в квартиру никто не заходил. Также вчера допрашивали соседей. Тоже неизвестно, по какому поводу. Пока что связаться с ними не удалось. То есть предположить, что у двери подъезда постоянно джерут, стоят машины и так или иначе следят за нашими перемещениями. А что требовали полицейские сегодня? Ну, сегодня требовали Никиты Зайцева. На самом деле, вчера от Никиты Зайцева мне стало известно, что дело Алексея Кремишина, по которому он проходит свидетелем, переквалифицировали в группу лиц. То есть теперь там может быть не один обвиняемый, а несколько. Соответственно, возможно, то, что свидетели по этому делу станут обвиняемыми. Поэтому, собственно, не хотели его задержать. Я не думаю, что поводом для задержания были какие-то административки или акции, что я думаю, что они действительно проводят оперативную работу по уголовным делам. На наш взгляд, скорее всего, надуманно и никаким образом не связано с нашей деятельностью. Абсолютно. По сегодняшней ситуации могу добавить, что их было по предложительности 6 или 8 человек. Они все стояли в подъезде, да? Так или иначе, они пытались своим присутствием давить на вас, угрожали, что придет ОМОН. Угрожали вскрытем двери, да? Да, человек, который разговаривал с ними через дверь, они предложили выйти подраться раз на раз, если он им, типа, не доверяет настолько, чтобы открыть дверь. Да. А сюда уже приходили полицейские, да? Они здесь обыск проводили или нет? Просто заламывались? У них не было никаких бумажек на обыск, никаких ордеров. Но их сюда запускали, да? Да, они открывали дверь. Оснований у них не было. Да, оснований у них не было. А кто, скажите, вот дверь выпилил, взломал дверь вот эту полицейскую, у них полицейские или она была? Нет, это там внешняя история. Давно было уже. Ну, вы ожидаете, что сегодня они еще могут прийти или нет? Предположите, они могут подкараулить нас где-то на улице и встретить. Ну, да. Потому что так им разговаривать не получилось с нами, соответственно. Ну, в целом, со мной, с Александром уже пытались вести беседу. Со мной Александром и с Марией Некрасовым пытались вести беседу. Я думаю, что в целом они поняли, что с вами неинтересно, что пытаться от нас добиться чего-то бесполезное и будут пытаться подкараулить и побеседовать с другими людьми. А во время административного ареста на вас оказывалось какое-то давление там на кого-то? В время административного ареста к Александру Буимову прямо к нему на беседу приходились сотрудники. Ну, да, приходили. Было такое, что я просила передать Александру книжки. И мне сказали, что на данный момент Александр в камере отсутствует. Я достаточно сильно испугалась. Я стала спрашивать дядя Александра. И сказали, что к нему пришел дяденька. К нему пришел дядя. Я сказала, ну, а неужели у Александра Буимова в Москве есть дядя? Потому что, да нет, нет, дядя, который занимается вашими вот этими политическими делами. Он говорит, ну, мы не знаем, а сколько вы там обычно беседуете? Сказали мне, что сотрудники спецпределомника вернется. Да, когда меня выводили из, грубо говоря, камеры на беседу с сотрудниками, мне не сообщали, к кому я иду. Говорили, придешь, увидишь. Соответственно, я спрашиваю, кто, может быть, ну, там, свои, ну, еще что. То есть до последнего я не имел возможности узнать, с кем я иду беседовать. Но там никак не давили, морально или физически? Ну, как они говорили, там, стандартно. Поедем в лес, там, сядешь в тюрьму, там, ну, как бы, не знаю, что мне было сказать. Брали на понт, да? Какую тюрьму, да, на сколько. Не показывал виды, что мне там страшно, или еще что-то. Потом они начали давить на оборот, и говорят, нет, мы из тебя мученицу не сделаем. Ты не станешь известна, как Борис Немцов. Ну, я не знаю, я могу только порадоваться, потому что известность Бориса Немцова, это такая себе известность. Ну, в целом, как бы, ну, просто это все беспонтовые угрозы, они повторяют по многу раз, и какой-то раз это уже звучит как-то глупо, что ли, приевшись. Я вполне понимаю, что они могут действительно вывезти в лес, они могут что-то сделать, но постоянно бояться и жить в страхе, как-то глупо. Чего быть-то, не виновать. Ну, спасибо, будем оставаться на месте. Если полиция начнет ломиться, включим очередной эфир. Спасибо.